МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поговорим о том, чего удалось достичь за это время и какие планы строите на будущее. Спасибо. Действительно, для меня, как для главы, самое главное – это благосостояние моих земляков. Чтобы каждая семья в Поспелихинском районе, каждый житель чувствовал себя комфортно и уютно. И для решения этой главной задачи в Поспелихинском районе разработана программа социально-экономического развития Поспелихинского района. И основной целью данной программы является повышение жизненного уровня, основанное на динамичном развитии экономики и в состоянии благоприятных условий для развития промышленности. Решению многих задач способствовало объединение усилий как администрации района, предпринимательского сообщества, руководителей предприятий и организаций и простых жителей Поспелихинского района. При понимании и всесторонней поддержке правительства Алтайского края и лично губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина. Но развитие социальной сферы, она не может без сильной экономики района. И у нас основная базовая отрасль экономики – это сельское хозяйство, так как Поспелихинский район является сельскохозяйственным. В принципе, как и весь наш Алтайский край является аграрным. У вас там даже кукурузу начали выращивать, да? Да, действительно, севооборот меняется в зависимости от рынка спроса. И радует то, что наши руководители сельхозпредприятий, имея достаточно мощную квалифицированную агрономическую службу, все-таки прибибают к услугам науки. У нас Беляев Владимир Иванович – это завкафедра нашего аграрного университета. С некоторыми хозяйствами уже порядка 9-8 лет работает. И то есть стратегия выстраивается согласно уже научных исследований и тех наблюдений, которые в течение многих лет проводились. Но все-таки стабильность отрасли сельского хозяйства ценится по отрасли животноводства. Здесь за последние 6 лет у нас идет увеличение как общего поголовья, так и маточного поголовья. Соответственно, идет увеличение продуктивности наших животных, ну и валовый сбор молока. Я вот просто один пример приведу. Буквально мы вот в этом году проводили 16-й слет клуба «Элита», где доярочки, которые надоели более 5,5 тысяч килограмм молока от одной коровы, присутствовали там. А изначально этот клуб зарождался как клуб трехтысячнич. То есть практически уже в два раза мы перешагнули этот рубеж. Ну а сельское хозяйство – это не единственная отрасль в экономике Поспелихинского района. У нас также имеется промышленность. Она представлена в основном пищевой и перерабатывающей промышленности. У нас есть макаронная фабрика, где находятся три итальянские линии. Изготавливаются макароны «Громулина», которые известны от Калининграда до Дальнего Востока. Также комбинат хлебопродуктов, который наращивается с каждым годом выпуск своей продукции, как макаронной муки, так и простой хлебопечной муки. Также имеется ПО-кондитер, где мы только в год выпускаем более 65 тонн всевозможных кондитерских изделий. Это пирожные, торты. Имеется у нас и молочный комбинат, где тоже у нас идет увеличение производства выпускаемой продукции. Порядка 600 тонн выпустили масло, 1200 тонн выпустили сыра и сырных изделий, и более 3000 тонн выпали целом молочки. Помимо пищевой и перерабатывающей промышленности, у нас также имеется Поспелихинский завод «Алтайкабель». То есть это предприятие, оно основано было нашими ребятами 27 лет назад, и на сегодняшний день оно единственное такое предприятие в Алтайском крае. И его продукция, кабель, он используется даже при строительстве, вот на чемпионат мира наших стадионов в Калининграде, наши ребята отправляли эту продукцию. Вообще предприятие вышло на мощность 800 тонн ежемесячно. И сейчас серьезную модернизацию проводят, порядка 100 миллионов вкладывают. Было закуплено две новых линии, чтобы производить провод ПВХ, то есть уже изолирован, и одна линия – это для бытового потребителя провод. То есть экономика стабильно развивается, соответственно, мы можем говорить и о развитии социальной сферы. Вот в социальной сфере из таких ярких примеров мне хочется привести. Вот в 2016 году, когда президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путин был объявлен год российского кино, мы первые в Алтайской крае, в сельской местности открыли кинотеатр 3D. Символично, но в год кино мы фактически возродили кинематограф у нас в районе. На это мероприятие было потратено порядка 9 миллионов, 3 600 – это с местного бюджета, 5 200 – это с федерального на оборудование, но остальное – краевые и спонсорские средства были. Также хочется отметить, что в 2016 году мы ввели в эксплуатацию новый детский сад на 140 мест, с инфраструктуры на 220. Это позволит нам полностью решить проблему дошкольного образования, пребывания детей в учреждении дошкольного образования от 3 до 7 лет. Если быть точнее, то от 2 до 7 лет. Рассчитываем закончить вторую очередь, чтобы у нас с 1,5 до 3 лет тоже эту проблему полностью снять. Ну а вот на вопрос, чем гордитесь, я приведу небольших два примера. В весеннее время перед паводком, ну достаточно снежная зима была, и в Поспельхинском районе много снега было, обратился бизнес-сообщество к руководителям предприятий, организаций по вывозке снега. Такого никогда в райцентре не проводилось. Мы организовали 4 площадки и полностью с Поспельхи вывезли снег, чтобы предотвратить подтопление жилых домов. И второе мероприятие – это проведение краевой летней олимпиады. Достаточно массовое, ну самое, наверное, массовое мероприятие, которое проводится в сельской местности. Независимо от наполняемости бюджета, мы провели эту олимпиаду на очень высоком уровне. Это оценки людей и вышестоящих организаций. Но гордится тем, что эти примеры показывают о том, что когда мы работаем как единый большой трудовой коллектив под названием Поспельхинский район, то все задачи, которые перед нами ставятся, они выполняются полностью. И те проблемы, которые возникают, мы их беспроблемно решаем. Ну, наверное, за такое объединение и единение, ну, берет гордость. Вы отчасти сказали о том, как выстроены отношения с бизнес-сообществом, а политический фон в Поспельхинском районе какой? Как с политическими партиями договариваетесь? Ну, политический фон, за исключением вот партии «Единая Россия», остальные партии, ну, только участвуют, скажем, на выборах. У нас есть представители коммунистической партии, это порядка 46 членов. ЛДПР совсем незначительно, справедливая Россия незначительно. И вот на выборах у нас партия пенсионеров, там порядка 10 человек. Но выстраиваем на взаимопонимании, взаимодоверии и резкой конфрактации у нас нет. То есть на сегодня полностью все проекты, которые реализуются в Поспельхинском районе, это проекты партии «Единая Россия». И мы тесно сотрудничаем с данной партией и, соответственно, реализуем эти проекты. Игорь Алексеевич, у нас остается менее двух минут. Давайте коротко поговорим о планах на ближайшее время. Что планируете сделать в районе, совсем близко? Наши планы определяют, отчасти это майские указы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, где нам еще нужно доработать и по становлению заработанных культурным работникам, дошкольного образования, также трудоустройство инвалидов. Ну и, наверное, как в любом муниципалитете, есть те проблемы, без решения которых невозможно дальше эксплуатировать здания, сооружения. Я имею в виду, это нашу социальную сферу, образование, культуру. Ну и есть вопросы по реконструкции тепловых водосетей. Мы участвуем практически во всех программах, которые есть у нас на территории Алтайского края. И вот о некоторых из них, позвольте, прям секундочку скажу. Мне очень симпатична программа по нашему устойчивому развитию сельских территорий и по местным инициативам. Потому что здесь используется несколько бюджетов, там, федеральный, краевой, местный. Но самое важное – это бюджет субъектов, хозяйствующих субъектов и физических лиц. То есть, когда мы на общем сходе граждан определяем тот или иной проект, который мы будем запускать и реализовать, и когда люди вкладывают туда деньги, соответственно, отношение населения к этому совсем другое. И о сохранности, и о понужности этого объекта. Еще мне хочется сказать, что такие объекты, как спортивный комплекс, наш стадион, детский сад новый, и вот 85 на 85 мы планируем поликлинику, мы никогда ни местным бюджетом, ни совместными усилиями не провели. Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо губернатору Александру Бадановичу Карлину за такие программы, когда у нас появляются такие необходимые, замечательные объекты. И от имени всех жителей Поспелихинского района сказать огромное спасибо. Игорь Алексеевич, ну и, собственно, давайте расскажем, хотелось бы услышать ваш рассказ о себе, о своей семье, вообще как вы пришли в политику. Ну, родился я в Поспелихинском районе, в селе Калмыцкие мысы, закончил общеобразовательную школу, и всегда, так как у меня папа связан работой с техникой, я всегда мечтал о работе с техникой, поэтому поступил в Алтайский государственный технический университет на автомобиль и автомобильное хозяйство, специальность получил профессию инженер-механик автомобильного транспорта, вернулся в свое родное село, работал механиком, инженером, потом пригласили в администрацию Поспелихинского района, начальником отдела по труду, заместителем главы администрации, начальника управления сельского хозяйства, и в 2015 году выбран был главой администрации. Вот вкратце такой трудовой путь. Ну, а в семье женат, с супругой родили и воспитываем троих сыновей, Дмитрий, Тимофей и Ремей. Ну, увлечение с детства всегда был спорт, и имея вот троих сыновей, соответственно, нужно показывать пример. И несмотря, что у нас спортивный комплекс недалеко от дома, в доме у нас тоже есть мини-спортивный зал, и для маленьких ребят, и для сына постарше, ну и для нас, мамы, беговые дорожки тоже имеются. Ну что ж, Игорь Алексеевич, остается пожелать вам удачи в работе, спасибо большое за беседу. Ну, а нашим телезрителям я напомню, что у нас в гостях был глава Поспелихинского района Игорь Башмаков. Спасибо за внимание.